МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. В Дербенте задержана супружеская пара, ограбившая пенсионерку. Масштабное учение МЧС в Ботливском районе. Спасатели отрабатывают ликвидацию чрезвычайных ситуаций в горных условиях. Руки как главный инструмент. Олимпиада по ментальной арифметике впервые прошла в Махачкале. Решили ограбить родственницу. Семейная пара из Дербентского района обвиняется по делу о разбойном нападении. Супруги были задержаны полицейскими прямо на месте преступления. Все детали криминальной истории в сюжете Патимат Ханапова. Их сближали семейные узы и общее дело. А теперь разделяют решетки следственного изолятора. Пока неизвестно, это первое преступление семейной пары или нет. Но известно, что уже последнее. За что вас доставили в отдел? Рассказывают. Подозреваемая женщина приходилась тете. Наличие родственных уз преступников никак не остановило. А напротив, им это шло только на пользу. Под видом гостей супружеская пара зашла в дом. Пока один из участников отвлекал потерпевшую, другой и действовал. 22 марта, часов 9 вечера, ко мне в дверь постучали. Так как я была в ванной, я подошла, спросила, кто родственница ответила, что это она. Попросила ее впустить. Я побежала в ванную, открыв дверь. И, видимо, в этот момент она кого-то запустила. Своего, не знаю, знакомого. Не знаю, кем приходится этот мужчина. Потом она отказалась пройти в комнату. Просила она поить ее чаем. Мы сидели на кухне, беседовали. Я спросила причине визита. Потому что просто так она бы ко мне не пришла. Она сказала, что хочет, чтобы я сделала ей временную прописку. Я согласилась, попросила ее паспорт. Она ответила, что паспорт на собой не захватила, а завезет мне. Так мы с ней поговорили, и она ушла. Когда я за ней закрывала дверь, сзади на меня набросился мужчина. Набросился, повалил на пол и, угрожая ножом, начал требовать деньги и драгоценности. Испуганная женщина отдала все содержимое кошелька. Затем ей чудесным образом удалось вырваться из рук преступника, выбежать на балкон и позвать на помощь. Прохожий, услышав из окон крики, вызвали полицейских. В ходе проведения мероприятий были установлены жители селения Татляр, Дербенского района, муж и жена, а также лицо, которое они привлекли для участия в совершении данного преступления. Все лица задержаны, дали признательные показания. Ему всего 20 лет, ей 36. Помогал им в этом недобром деле и юный мальчишка. Подросток из поселка Монаска Работахкенского района. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Оно предусматривает преступной парочке до 10 лет тюрьмы. По теме Тканапова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Мощное землетрясение, разрушение домов и пожар – все это сценарий масштабных учений МЧС в Ботлихском районе. В мероприятии были задействованы спецтехника и десятки спасателей. Зумруд Гамидова, продолжение темы. Землетрясение в Ботлихе. Интенсивность в эпицентре составляет 7 баллов, а значит в опасности жизни тысяч жителей села. В результате стихии сильные разрушения получили жилые дома, объекты жилищно-коммунального хозяйства. На энергетических сетях возникли аварии, в жилых секторах очаги пожаров. Спасатели постарались максимально усложнить свою задачу. Экипаж приезжает уже через несколько минут. Пожарные моментально подключают шланги и начинают тушение. Это тренировка всех экстренных служб. Спасатели, врачи, полицейские должны работать как единое целое. Пока медики борются за жизнь условно пострадавших, сотрудники МЧС уже спасают других. В любой ситуации в первую очередь спасают детей. Пострадавшего эвакуировали. Все службы отработали оперативно и слаженно, и поэтому поставленные задачи были выполнены в полном объёме. После тренировки прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности граждан. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Ботлихский район. 400 ребят со всей страны приняли участие во Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике в Махачкале. Дети усердно боролись за звание чемпиона и главный приз. Путёвку в Анталию уже на международную олимпиаду. О начинаниях и успехах детей расскажет Хадиша Курбанова. Свисток – это сигнал. Сигнал начала олимпиады. Дети работают быстро, как и предполагает ментальная арифметика. Импульсивные движения рук – это устный счёт на воображаемом абакусе. Так учат считать детей в более чем 50 странах мира. В России эта методика практикуется не так давно. Олимпиады такого масштаба в Махачкале и вовсе проводятся первыми. Но желающих стать первыми на ней уже огромное количество. Подобного рода мероприятия были только у нас в городе Сочи. Первый раз приехали вчера в Дагестан. Очень рады, что участвуем в такой олимпиаде. Занимались прям на ура. Ребёнок рад. Я думаю, что каждый родитель рад был бы, если попал на эту олимпиаду. Вы рассчитываете на победу? Конечно, да. Я занимаюсь ментальной арифметикой уже три года. На ментальную арифметику меня отправила моя мама. Я надеюсь, что я заслужу титул суперчемпиона. Но в число победителей войдут только четыре человека. Оценивать детей будет специальная комиссия, прибывшая из разных регионов страны. Собрать всех в одном месте и организовать масштабное мероприятие удалось образовательному центру Universal Kills. Сегодня у нас российская олимпиада по ментальной арифметике. У нас участвует более 400 детей из разных регионов и городов России. Организовали мы такое мероприятие, так как у нас летом в 2018 году Чемсула Вараева Загидат заняла титул чемпиона. И мы решили теперь это сделать все у нас в нашем городе. Лучшие участники, которые наберут максимальное количество баллов, будут награждены титулом суперчемпиона и отправятся на международную Анталью в Амос 2019, который состоится 22 июня. Организаторы разбавили образовательную программу красочными номерами, песнями и танцами в исполнении учеников центра. Участвуют в мероприятии подопечные благотворительного фонда INSAN. Четыре ребенка, обученные в ментальной арифметике, благодаря содействию фонда также будут бороться за главный приз. На сегодняшней Всероссийской Олимпиаде участвуют наши дети, которых мы направили в образовательный центр Universal Skills для занятий по ментальной арифметике. Наши дети проходили двухмесячный курс, за это время они достигли хорошего результата и нас допустили. Наша программа, программа «Я опекун» благотворительного фонда INSAN нацелена на именно образовательный процесс наших подопечных. Мы большое внимание этому уделяем. Здесь витает дух знаний и твердая воля к победе. Кто поедет на Международную Олимпиаду в Анталии, станет известно уже завтра. Но даже для тех, кому не удастся получить главный приз, участие в этих соревнованиях уже маленькая победа. Ведь интеллектуальный турнир – это лучшая мотивация для дальнейшего обучения. Хадижа Курбанова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Хасаверте наградили победителей открытой Олимпиады СКФО «Будущее Кавказа». Она проходила по школьным дисциплинам среди учащихся старших классов. Подростки должны были выполнить ряд заданий, среди которых тесты и логические задачи. В образовательном состязании соревновались не только дагестанские школьники, но и дети из других регионов Кавказа. По итогам Олимпиады из более 200 участников 60 школьников стали лучшими. Все они были награждены дипломами и памятными подарками. Сегодня не волнительный день, а вольящий день. Всех поздравляю, в том числе и приезжих гостей. Надеюсь, что у всех, независимо от того, какие результаты, о городе, о наших людях остались приятными впечатлениями. Информационно-коммуникационные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что она уже немыслима без них. Этого мнения придерживаются и участники форума блогеров, прошедшим накануне в администрации Унцикульского района. Данное мероприятие проводится в муниципалитете уже во второй раз. Его участниками стали блогеры, журналисты, администраторы сайтов сельских поселений, учреждений и организаций, в том числе и образовательных. Главная цель форума – обсуждение вопросов, проблем, связанных с введением сайтов, соцсетей, а также проведением мастер-классов по созданию и обслуживанию сайтов, по их содержанию и наполнению. Это была последняя новость в этом выпуске. Следите за нашими новостями. Удачных выходных и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok